Здесь была и просто школа, двухклассная школа, четырёхклассная школа, затем в годы войны здесь была фельдшерская-акушерская школа, то есть то же самое медучилище. А с 1999 года – городской музей. Именно отсюда и началось историческое путешествие по уссурийскому Арбату. Это уникальное место считалось сердцем села Никольского. Здесь сохранился архитектурный ансамбль застройки конца 19-го – начала 20-го века. В этих домах жили и работали известные купцы Мичурин, Пташников, Кунст и Альберс. Некоторые части всё-таки меняются, и ширина окон, и крыши достраиваются, чего практически по паспортам не положено делать. Светлана Гордасова – коренная жительница Уссурийска. Хорошо помнит старый центр с детства. Но что здесь работали именитые купцы и жили меценаты, узнала из этой экскурсии. Формат вечерней прогулки навеял приятные воспоминания. Очень любила, когда папа забирает с детского сада, зарплату получит. Идём этой дорогой. Вот здесь этот был гум, посередине здания, отдел игрушки, тоже витрины большие, полки, полки. И тоже доченька выбирай любую куклу. Так я две коробки возьму. Помимо торговых рядов купцов до революции здесь стоял ангар, который служил рынком. Сейчас на его месте церковь. К 140-летию города местный Арбат перекрыли от машин. Позже власти приняли решение сохранить исторический центр как пешеходную зону. А ещё через 15 лет в старом центре Уссурийска сделали ремонт. Добавили скульптурные формы и зоны отдыха. А работники музея историю этого места стали рассказывать на вот таких уютных экскурсиях.